И из него читать. Тоже опция. Что еще? А где только где? Мы укажем место. То есть в нашей программе? Да, мы укажем путь. Причем путь можно указывать прямой. Ну там, юзер, и Тузикова, и так далее, до упора, да? Но это плохой, думаю, способ, потому что что произойдет? Вы свою программу отдадите коллеге или кому-нибудь еще раз скажете, запускайте. Там вообще прям огонь, все эти, посчитайте, будет хорошо. А все пути у вас указаны на юзер, Тузиковой и так далее, да? И в этот момент случается неловкость, он запускает, что-то у тебя программы вообще-то нет. Такой, да как так? Вот приходите домой, запускаете еще раз, у меня да, а у меня нет. Ну вот тут проблема полных путей. Стараемся это избегать. То есть, соответственно, указывали относительные пути. Вот. Соответственно, способ указания относительных путей, тоже известный в этом мере, в таком сообществе. Появились какие-то флешки? Да. Можно? Можно, пожалуйста. Вот, честно говоря, момент. Я там приближала еще до Акумори в меботеку в случае, привела на них красоту. И, в общем, может еще найдется. Вот. Спасибо. И хуже рекоменовала, что тут делал. Вот. Страсть рефлекционизма, знаете, меня определенно подойдет. Вот. Потому что привычки именовать объекты таким способом, чтобы было в дальнейшем понятных остальным то же, что они делают. Вот. Соответственно, например, сделал что-то подобное. Вот. Ответывали меня на вопрос по поводу ввода данных. Ну, собственно, именно на этом уровне-то мы остановились, что потом, когда они смертзбернут, как причем он перегасит, то мы тоже больше. Тринатный вопрос? А, да. Да. Как-то мы говорили, как это сформируют. Ну, речь по обогону. Да. Ну, по-третьей. Ага. Почему мы создаем гейтландрюбинфланси, да? То есть, нью, нью и так далее, да? Я не списала, как выглядеть его рейтландрюбинфланси. Да, считывая, наверное, с строки. Он сказал, что вот этот рейтл, в общем-то, я запоминаю, но с этого программа не пишет. Каким-то таким способом, возможно, мне нужно перенести там. Я помню, что были вопросы по поводу минимума. Да? Минимум. Максимум. По примеру, или есть у коллекционной проблем? Или это анализ? То есть, честно говоря, мой момент такой. Я могу продолжить часть лекции, и продолжить давать теорию. Но, в общем-то, мне хочется понимать, что у нас происходит. Кто? Да? Вопрос. Да. Вопрос. Вопрос. На следующие ответы? Получно. Не совсем понятно, не точно, какая-то данная сделала, а головой знать не осознала. Ага. Значит, у нас есть ПАВ, кстати, статистический привод. Идет у нас ссылка впоследствии из паблика на пайл, правильно? Давайте номер задачки. Может быть, вы, видимо, это не трансформатор? У меня больше нет, потому что там Wi-Fi. Хорошо. По-моему, 3-3 уровень был, по-моему. Это, наверное, про Котов, да? Там, где нужно увеличить, наверное. Это четвертый уровень. Четвертый, да? Собственно, это он есть. То есть, по-моему, что мы сейчас выберем в ходе, я как раз буду, да. Разберемся с тем, что про них знает, и, соответственно, в чем разница про этого паблика. Кто может ответить? Доступы. Да. Почему в один случай мы используем правила? Да, почему в основном? Какой формат находит для всех программах? Открыть? Открыть только для методов, классов или что? Да, для классов. Для классов. Ну почему? То есть, такой глобальный вопрос. Вообще, честно говоря, в итоге нам придется не раз заморачиваться на эту тему, какими методами видеть. Вообще, очень хочется все сделать правильно, правильно? Чтобы было доступно отовсюду. В чем проблема для такого подхода? То есть, очевидно, где-то в книжках или в Джо Мараше говорили. Почему? Ну, чтобы из других классов нельзя было достать информацию, которая не принадлежит для них. Ага. А почему мы так делаем? Ну, чтобы нельзя было ее заменить, потом... Именно. Да. Соответственно, класс, который мы куда-то прячем, ну, то есть мы делаем его private, и внутри класса все методы делаем тоже private. Это делается вообще, в принципе, в последующем во всех, например, банковских модулях, да? То есть там, где есть разговор о деньгах или о какой-то секретной информации. Ну, каким образом мы выходим из положения? То есть у нас есть private. К нему нельзя из него ничего получить. Нельзя из него ничего взять и вызвать из нее его тоже нельзя. Что мы делаем? Что мы останемся делать в такой ситуации? Ну, от этого же, ну, как бы, мы зачем-то класс создавали. Он делает этот второй вопрос. Да, типа, как бы, да? Ну, ссылку, наверное. Джаварстон. Угу. Еще варианты. А это там третий доступ. Что еще раз? Третий вид доступа. Ну, стать. Протептив. Протептив. И в три варианта. Вообще, глобально мы подходим к трем, возможно, вариантам. Паблик. Все для всех. Private. Ничего не для кого. Все внутри класса. И protected. Что умеет делать protected? Если вы отнаследуете от этого класса кого-то еще, то наследники тоже сумеют этим пользоваться. Ну, это довольно здорово, потому что, в частности, если мы вдруг создали класс птицы, а потом мы создавали всяких муд, агусей, там, куриц и так далее, да, то все эти лухи-гуси и курицы смогут пользоваться методами, защищенными методами из класса птиц. Не защищенными, а по факту, да. И, правда, это та ровная серединка между пабликом и private. То есть, можно иметь доступ, но далеко не всем. Так? Соответственно. Сейчас мы все это делаем, чем заподхуем. А пока открываю, расскажу о вот такой вот вещи. Да? То есть, если мы вдруг закрыли все методы, правильно, но была такая необходимость, и мы действительно не можем позволять, например, пользователю из ней менять какие-то значения. Ну, вот придет пользователь и в вашем классе код, всем годам поставит вес в ноль или, не дай бог, минус 50. Да? И у нас сразу проблема исходит в программе, да? Потому что это неваленный вес и прочие сложности. Вот. Что мы делаем? Мы вот в этом классе делаем геттеры и сеттеры. Кто знает, что это такое? Кто уже стал классом? Я. Рассказывайте. Ага. Да. Да. Ну, сеттер мы используем тогда, когда нужно, точнее, можно присвоить какое-то значение переменной. А геттер, чтобы выводить информацию из, ну, о переменной. Собственно, взяли объект. Да. Да, да, да. Все абсолютно правильно. Еще разочек повторю. Чуть погромче. Вот Рога то же самое скажу. Да, действительно, если у нас все методы правильные, мы их все засекретили, но пользоваться объектами мы реальному хотим. То есть мы поближе хотим получать кодов и там что-нибудь про них узнавать, да? Соответственно, мы можем взять метод, ну, то есть по факту что происходит? У нас в классе есть сколько-то переменных, сколько-то объектов, которые у нас создавали. Там кошки, собаки и еще кто-нибудь, например, да? Вот мы создали эти объекты и теперь у нас можно каждому из значений этого объекта, вот у кошки, например, есть хвост, длина хвоста, например, общий вес, цвет и так далее. Да? Например, у цвета будет гетто и сеттер. То есть они так и называются. И по факту следа разработки идея позволяет после того, как вы создали объект кошкам, прописали параметр, который у кошки есть. Да? Мы нажимаем... Сначала ничего не такое сделать. Соответственно... Всем не видно или надо делать крупнее? Или нет, видно. Ладно. Соответственно, вот мы нашли... Вот, смотрите. В принципе-то первопопавшиеся открываем, а там кого видим? Кромнее. Да. Можно все-таки покровнее? Да, конечно. Сейчас... 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 Так. Мы видим класс-код. И у него есть приватное значение, приватный параметр name. И вот как только мы сделали правильно, мы вспомнили о том, что надо дать возможность это имя как будто... Ну вот, поступил новый код на передержку, да? И надо завести его значение. Мы вытягиваем сеттер, и, соответственно, его используем для того, чтобы этому коду присвоить имя. То есть сеттер — это присвоение. Да? На самом деле, что мы можем? Соответственно... Какие у нас варианты? Да. Вообще, знаем умение свою среду разработки, да? То есть все длы, которые у нас есть. Изучаем по максимуму, и в последующем... Ну, пока перемещаемся стрелочками, чтобы безо всякой магии. А вообще, изучаем горячие клавиши, и в пользу этот раз становится проще, да? То есть, вообще, вот это вот все — это вспомогает мне всякие подсказки, какие конкретно горячие клавиши будут. Их можно перенастроить при желании. Да? Но это следующий шаг. Вот. Соответственно, что мы можем делать? Мы можем экстрактич что-нибудь. Да? Ну, то есть, среда разработки нам позволяет играться и делать всякие здоровые штуки, например, автоматические нереи, гетро, и сеттера. Да? Ну, вот сейчас у нас сеттер уже есть, и поэтому... Как бы... Как бы вот. Соответственно, кто может... Кто вообще сталкивался с этим, и кто может подсказать, какое у этого значение name будет гетро? В чем его идея, и чем он будет отличаться от сеттера? Смотрим. В методом set мы кладем какое-то значение. В методом get мы хотим получать какое-то значение. А давайте переводим к правилам. Да? Ну, во-первых, перед ним будем. Да? Да? Там среда разработка сразу так стала ругаться. Все нормально. Я бы это назвал по-разному. Соответственно, ничего не перепутали. Но идея в чем? Идея в том, что когда мы получаем игры... Да? У нас должно быть войды и... Что здесь должно быть? Статик. Войд нам выбрать. Что еще? Соответственно, где-нибудь... Стойте, стойте. Да. Мы запомнили, что мы были в таске один. Видите, с сеттерой встречаются не так уж легко. Объективно, довольно часто. Что еще нам не хватает на шведы? Угу. Угу. Ух. 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 Машу, можно возможность законл ihre таску. Это наuzthome. Ух. Нутри. Соответственно, потом можно поговорить, почему ноги еда. Вот. Соответственно, метод get выглядит таким вот очаровательным способом. Что происходит? Мы просто хотим получить имя кота. Мы не можем вообще, можно было бы, будь он публичный, можно было бы получить гораздо проще. Ведь вот это значение неправильно. Правильно это означает, что только внутри этого класса мы можем его использовать. Именно так иначе. То есть, никуда из нее его просто не видно. То есть, каким образом мы видим параметры? Например, через точку. То есть, вот если мы возьмем это значение REST, она подскажет, что с ним можно сделать, что у нас есть. Вот через точку это все те значения или, например, методы, которые у нас есть. В частности, у нас есть только имя кожи. Окей. Можно взять, например, вес. Каждый раз подскажет. Каждый раз подскажет. Да, так? Угу. Англичане, давайте англичане. Так это пишется? Да. Соответственно, когда мы возьмем, кто есть вообще в этом классе, какие возможности у нас есть в этом классе. Мы идем через точку и смотрим. У нас есть имя. И что у нас есть? Да. И, соответственно, мы также можем смотреть его значение. То есть, вот это такое показатель того, что у нас такое значение. Правильно. Как-то так. Вот. С этим разобрались, нет? Или я вообще не на этот вопрос отвечала? Нет. На этот вопрос. Мы пишем ритуал, причем this name. Правильно? Он нам возвращает... Вот это вот значение. Да. На нас это вот значение. Пока просто не задано. У нас есть перемены. Да. Да. Вопрос, что будет к такой ситуации? Ну? Именно. Именно для этого в нашей программе, когда мы что-то создаем, что происходит? Мы следим за такими ситуациями. Ну, вернется имя Гошкинал. Ну, окей. Ну, вот сейчас у нее такое имя. Да? А вообще, когда речь идет о каком-то серьезном значении, из этого у вас покрашивается наш программа. И тогда у нас идут проверки на то, что вы получили имя. И если оно нам, застыдим его. Таким способом очень частично происходит инициализация. Что это? Это такая штука очень интересная. Она называется ленивой инициализацией. Вот моя программа работает, 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 работает. Ничего не происходит. Да? И тут нам понадобится объект в кошках. Да? Его еще нет. Что делает наша программа? Ленивая инициализация, она, как правило, если просто абстрактно пописать. Это будет... Кстати, надо бы нам какой-нибудь пример. Сейчас. Вот эти. Например. Давайте так. И внутри этого метода разберемся, как это будет работать. К чему я вообще об этом рассказываю? О том, что Java, в отличие от многих процедурных языковых программирования, очень удобно и здорово по факту использовать вот такую штуку, и это вообще сразу придем к этому, да? Которая называется как раз ленивой инициализацией. Инициализировать объект только в том случае, если он еще не инициализирован ранее. Таким способом, таким образом, как мы вообще приходим к, ну, собственно, ленивости данной методики, да? Ну, главное, как раз, что такое инициализация? Вот как раз мы к инициализации пришли с другой стороны. То есть, сейчас объясню. Инициализация — это когда у нас... Вот мы задали какой-то объект. String name, да? Где-то в памяти, в Java, в хипе, да? Окей. Где-то в памяти несколько ячей занято вот этим name, да? Но у него нет никакого значения, если вы посмотрите. Какое здесь имя? По умолчанию это нам, да? И, соответственно, вот мы и пришли к вопросу инициализации. В тот момент, когда мы положим этому объекту какое-то значение, оно будет инициализировано. То есть, он будет инициализирован на объект. То есть, инициализация — это задание некоторых базовых параметров? Это изменение параметров с дефолтным. На какие-то конкретные? Да, 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 на реальные. То есть, у каждого создаваемого объекта есть какое-то значение. И дефолтное, оно же не очень приятное, но лучше. Что приятного — выменено, да? То есть, вот тоже, кстати, выменем — неловкий момент. Вот, соответственно, мы задаем имена в процессе работы. Для этого нам нужна система кода, для этого нам нужны базы данных, файлики и все такое. Да? Потому что мы хотим каким-то образом использовать наши программы. нет ничего хорошего, когда все наши объекты не липы. Да? То есть, мы не можем их использовать. Сравнивать не можем работать с ними, проверять, есть ли такая кошка уже в базе, поступала ли она раньше или нет. Ничего из этого мы не можем, потому что все нули. Соответственно, вот в этот момент у нас возникает вопрос. Как инициализировать? Да? Можно взять и вверху, вот прямо здесь, задать все имена всех кошек, которые у нас есть. Инициализировать в самом начале. Это здорово. Ну, как бы, все заранее сделали, да? Вроде как, все тяжелую работу заранее сделали. Но тут возникает одна проблема. Очень тяжело программе работать в самом начале. То есть, она должна много-много-много средних объектов подгенерить, положить и сохранить. А что, если 90% ваших коллекций никогда не будут использованы? Нужно доставать на минимальность. Да, именно. Это очень бонусная штука, честно говоря. То есть, если вы этой кошкой не интересовались ранее, и, может быть, еще 25 лет не будете интересоваться, то и незачем ей жить перед теми ваших объектов. Ой-ой-ой. Надеюсь, это не пишется на видео. Я люблю кошек. Да, вообще. Вот. Ну, мало ли. То есть, надо на самом деле как-то переименовать этот класс и называть его не кошками, а где-то еще. Потому что неловко про него так говорить. Вот. Соответственно, мы приходим к вопросу о том, что, а давайте как делать только в том случае, когда нам действительно понадобился объект. Вот если он нам понадобился, мы идем и спрашиваем, объект какой, если ноль, создаем его заново. Как-то с этим, да? Соответственно, каким образом мы можем проверить значение name на ноль? Равно оно нулю или нет? Я помню, систему проверок вы должны были где-то уже встречать. То есть, например, int мы проверяем иначе, нежели чем string. Да? Сравниваем. Чтобы сравнить лель для string и что мы не знаем. Что еще? Nickel. Nickel. Да. Если мы хотим понять... Сейчас. Дополнительная какая-то штука. Соответственно, вот оно, да? Для string по-хорошему. И, соответственно, null это такое значение, которое наш среда разработки знает. И вот это вообще не инициализировано. Четыре string. Они вот такие. И вот мы выяснили, что если так, то мы что делаем? Что мы сами сделали? Да. Эпил, это что будет у нас проверка на... И, соответственно, для того, чтобы что-то инициализировать, и надо что-то иметь. Захотел. С одной? Да? Та-дам! И, соответственно, здесь у нас кто будет? Кому проверяем? Так? Не так? Вопросы? Недовольство? Негонование? Эрик, что у нас сделает? Сравнивая строчки. Сравнивая строчки. Ага. Почему рукается наш метод? Потому что он не знает, должен ли он что-то возвращать или не должен. Соответственно, что мы задаем обязательно методу? Мы говорим, какой он имеет визабилити. Да? Об этом мы поговорили, три варианта. Выбираем это на наш сугубо личный вкус. Давайте сделаем его паблик. Ничего ужасного. Он не делает, а внутри него вообще сэр. Сэр как раз все наши данные защищает. Затем вот тут. Вот. И, соответственно, мы уможем. Вводят, потому что он не содержит никакой информации. Вводят, это значит, он ничего не вернет. Такое удобно для методов, например, обсчета всякой информации. Потому что с ними могут обращаться. Вообще ко всем методам обращаются кто-нибудь обращается. Ну, если повезенный, если бездарный какой-нибудь метод. Что? Да? В плане ничего не вернет. Ага, объясню. Смотрите, что происходит. Для каких-то своих нужд. Да? Например, если метод будет, не знаю, возводить что-то в десятую степень. Да? То, соответственно, мы ему на вход будем давать число, которое мы хотим возвести в десятую степень. Правильно? Ну, иначе зачем мы это делаем? А на выход мы хотим, собственно, калькуляцию. Давай-ка посчитать для нас. Верно? И, соответственно, если мы, вот в этом отличном методе мы его, короче, напишем, он молодцы, все будет здорово. Ну, поставим Войт. Что произойдет? Он посчитает, но ничего не вернет. Да. Может, не покажет ответ? Не покажет, не отдаст ничего. В себе сохранит и будет радоваться жизни. Вот такой у нас будет отличный метод. Ну, и в какой-то момент за нами придут и скажут, ребята, тут такое дело. Вы сделали превосходный метод. Он заглядывает, вообще красота. Вот. Но толку от него вообще никакого. Вот. Он ничего не вернул. Соответственно, вот это то самое, что отвечает на наш вопрос. Данный метод должен что-то возвратить или нет? То есть, он может, например, нас может не интересовать результат обсчета. Такое тоже случается. Мы берем метод, который возвращает нам число. Да? И этим числом не пользуемся. Нам важно, чтобы он просто прошелся и просчитал. Или, например, все инициализировал. Инициализировал. Вот. Соответственно, что происходит? Мы можем, в методе, который возвращает нам какое-то значение, мы можем решать, пользоваться им или не пользоваться. Это уже на наше усмотрение. Но если метод не возвращает ничего, то здесь нам воспользоваться ничем не удастся. Почему это в данном случае войд? Ведь мы, допустим, обращаемся активно получить с ним кошки. Оно у нас по дефолту нау. Правильно? Да. Но так как мы не умеет идти, мы выбрали имя и имя на имя, правильно? То, соответственно, нужно, чтобы он нам вернул его, и оно было не нау, а на имя. Ага. Но если у нас войд, то он нам надо. Правильную сторону мыслите, товарищ. Очень правильную сторону. Но это называется разделяй котлеты и мухи или кого-то мы всех разделяй. Почему? Потому что это две разных операции. Инициализировать что-то и получить что-то. И тут как бы вопрос архитектурный. Честно говоря, мы можем сейчас объединить все это в один метод. И тогда у нас инициализация будет возвращать и значение тоже. Да? И это будет удобно в некоторых случаях. Но по факту, тем ребятам, которым ничего не надо инициализировать, ничего они не хотят. Не хотят они тратить на эту операцию. Они знают, что они создали этих кошек уже сто пятьсот. И они могут всячески оперировать деньги. Им нужна только часть этого. Да? Только оно. Ничего больше не нужно. Соответственно, в такой ситуации, ну вот это вот возвращаемое значение. То есть вот мы засветили имя и вот здесь можем что сделать? Написать вот это вот самое имя. Да? Ну и, соответственно, возвращать какую-то строчку с этим значением. Хороший метод, но он выполняет сразу два. Он инициализирует и возвращает. То есть он покрывает вот эту вот функциональность. правилом хорошего кона считается разделять, чтобы человек, которому не нужна эта активность, не был обязан им ее использовать. То есть ситуация такая. Например, возведение десятой степени. Да? У вас задача – возводить десятую степень. Потом, там, не знаю, брать экспонент, а потом логарифмировать. Да? Очень хорошо разделить это на три разных метода. И человек, которому понадобится все, все эти активности, он последовательно воспользуется одним, вторым и третьим. Интуитивно понятно. Название. Название не вот такое. Потому что, честно говоря, в названии должен икнуть все, что делал в ложбе. Да? И, соответственно, надо будет написать, что он возводит десятую степень, потом логарифмирует, а потом экспоненту, а потом еще интеграл. Вот это все должно быть названием. Да? И, в общем, следующая проблема – человек, которому нужна только одна операция, не сможет его воспользоваться. Ну, сможет, но вообще сделает кучу ненужных других активностей. Вот. Соответственно, используем это таким способом. У нас получилось и простеньких методов, но они прям идеально, как надо, выполняют все, что нам необходимо. А можно еще раз полностью пройтись по всем параметрам? Да. Идем с самого начала. И вот с этим мы будем сталкивать очень много-много графика, прям база. Созданный метод, в общем, думайте о том, как вы будете защищать ваши переменные. Значит, у нас есть класс под названием cat, да? То есть класс кошек. Мы решили, что для наших кошек важны всего два значения – имя и вес. Все. Какие бы вы значения добавили еще, для того, чтобы вот однозначно понять, что это конкретно та самая кошка? Что же там было еще приходится? Возраст. Отраска. Именно, именно, именно. Вот все эти параметры, как только вы… Это наиболее полно описывало, собственно, наш объект кошку, и в последующем было бы легче его сравнивать. Да? Потому что можно получиться, что у нас тревожка с одинаковым временами и весом, а это совершенно разное задание. Да? Соответственно, вот здесь мы можем благополучно дописать все необходимое. Что мы видим сейчас перед глазами? У нас были созданы гетеры и сэнтеры для нашего имени. Да? И, соответственно, извне мы можем взять имя и обозначить имя. Можно вопрос? Да. Вот он name, а цвет это… Потому что get и сэнтеры, поэтому… Да, потому что его кто-то использует. То есть тем самым всегда разработка подсказывает, что значение name, объект name, где-то используется. Середняя поцветка, как правило, означает, что нигде никто вообще не использует этот объект. На самом деле это такой звоночек подумать. Да? Потому что создавать объекты, которые вообще нигде не используются, смысла нет. И хорошо бы за этим следить. Просто потому что в больших объемах они дают в классах регенерирования. Да? Это может быть прямо трагично. Вот. Утечки памяти могут быть огромные. Смотрим. Соответственно, когда мы навозим на тот самый объект, который вообще не тем совсем не используется, у нас есть такая возможность сгенерировать что-то. Generate. Да? Варианты. Get и сэнтеры. Вдвоем. Про остальные параметки я в принципе могу рассказать и про хэш-код тоже. Но все это нужно для сравнения. Например. Или не например. Рассказать или нет. Про хэш-код. Помогите. Потом, да. Не время? Ладно. Не входите теорию. Не надо. Ага. Чему генерирую это? Что? Чему генерирую это? Что? Соответственно, давайте посмотрим. А где генерирую это? А потому что? Да. А потому что? А потому что? Да. Все очень просто. И генерирую ровно так же, как и мы. Мы можем это посмотреть. Простите. Все должно быть. Что я сейчас делала? Я, по сути, перенесла объекты в предназначенном для них место. Как правило, мы все объявления оставляем на верх нашего класса. Чтобы было видно, какие у нас есть, чем мы вообще будем манипулировать. А все методы, они, соответственно, идут ниже. Ну, то есть опять же разделяем. Для удобства и это чисто визуально. Есть какие-то вопросы? Мы считаем, что все поменяли. Name на GetWay или что? Что? Что произошло? Почему Стал ДАВэй так хорошо? Да. Окей. Сейчас, одну секунду. Давайте все играться. Что мы еще хотели? Мы хотели колобу, да? Да. Соответственно, могу показать я. Можно пройти и сделать самостоятельно, если есть желающие. Но, в общем, по факту, что мы делаем? Мы находим на наш объект. Использовать, он не используется, не очень важно. У нас есть встроенные в виду удобные всякие штучки, которые мы можем использовать. Как я уже сказала, гетеро и сеттеры любят вообще постоянно. То есть, весь мир будет встал в этот случай. Только вкус. Вот. Соответственно, автоматически генерацией выбираем. Правая кнопка Generate и смотрим все варианты, которые у нас есть. Всем понятно, откуда берется, откуда ноги растут? То есть, по факту, в блокноте мы начнем писать, но мы написали это ручками без вариантов. Идея позволяет миллион еще таких вещей. Да? Я здесь правильно понял, потому что я сейчас так понял. Метод, сам метод Get, правильно? Ну, который получает информацию. Он автоматически создает название этого метода. Большую букву того, к которому обращаемся. Правильно? Да. То есть, если у вас будет длинная переменная, то, соответственно, он так ее взовет. Можно. Слово Get оставляем в самом начале. Потом все то, что мы возвращаем. Все хитрые операции и манипуляции. И, в общем, гендеры, они как бы ясны. Да? Я сгенерировала. Ага. Но у меня серый с подсветкой. Ну, серый просто выделенный. Ага. Что это такое? Ага. Одно сейчас. Я все это сделала. И вот такое. Ага. Ага. Можно изгенерировать так, где нет. Потому что с это... Посмотрите. Нет, это основа будет. Нет. 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 Ну, и соответственно, с этого полагировали вся эта идея. Да. У меня сегодня очень много вопросов. Зачем использовать Get Reset, если можно сделать... Можно ли получить прямой доступ к переменам, если сделать неправильный паблик? Да. Зачем делать приватные перемены и потом использовать Get Reset? Отличный вопрос. Мы уже успели его обсудить. В общем, сейчас я расскажу еще раз. Значит, все очень просто. По максимуму используем паблики и это прекрасно. Да? Но вот во всех тех моментах, которые ты хочешь защитить в своей программе, стоит использовать приватные перемены. И приватные перемены. К чему это вообще все? К тому, что если у тебя не система Get Reset, соответственно, любой человек, который будет создавать кошку, в частности, здесь, да, может в качестве имени передавать ей вообще все, что угодно. Да? Как это происходит в реальной жизни? В реальной жизни, кстати, почитайте книжку Рейли, там очень здорово рассказано о том, как в банковской системе это опасно и насколько глобальные ресурсы попадались с этой проблемой. Да? Когда у тебя Get Reset, ты мешаешь людям запихивать невалидные данные в свои перемены. На сайтах это очень здорово видно, если… Да? То есть ты можешь в том же сеттере написать некий дополнительный обработчик, который будет проверять, что передается на вход. Да, да, да. Ну и, соответственно, тебе на вход нельзя будет запихнуть, например, какое-нибудь отрицательное значение. Или, что характерно, опять же, для ВЭБа, например, строжим запросы в базе данных. Как это делается в ВЭБа? Если недостаточно обезопасились разработчики, что происходит? Мы пихаем в их поля какие-то вещи, например, ну, запрос в базе данных. Дилетов. Да? Ну, то есть мы благополучно на дальнюю базу данных. Не дай бог они не обезопасились. Тем самым нередко это вообще благополучно работает, проверено неоднократно, например, на банковских сайтах. У них есть система ввода логин и пароли. Да? Если... Я ее вообще не закрыла. Тем самым, мои друзья, и вы не укормить что-то не умеете. Честно говоря, я вообще советую, можете делать книжку по программированию и вообще с айтичными книжками. Никогда не пытайтесь честно читать с самого начала, как мы уже обсуждали. Дальше благодальности никто никогда не уходил. Лиз. Дайте, смотрите, что вам конкретно нужно. Да? Как справочник. Ну, а эту можно и нужно использовать не как справочник, а там миллион картинок. Просто хотя бы рассмотреть картинки первые сто страниц, мне кажется, будет довольно полезно в данном формате. Вот. Соответственно, таким образом мы разобрали вот такой вот один наш класс кошек. Да? Мы можем войти дальше и ответить на какие-то другие вопросы. Или... Сейчас мы посмотрим, что у нас на самом деле не очень много времени. Но и не молодец же. Вот. Соответственно. вот очень забавно, как у нас класс... Мы собственно описываем класс прямо вот таким способом внутри нашего основного метода мы. Кто может сказать, наверное, мы сталкивались, не сталкивались? Что он вообще такой? Что? Он же не в мыне. Что еще раз? Он залежен на самом деле? Ну, это основной баз, через который вообще выполняется программа, если правильно понял. Да. Да. Именно из него выполняется программа. Впрямую. Честно говоря, выполнять ее можно пятью тысячами других способов. Соответственно, компилировать джарный колебарник и уже использовать извне. Вот. Но наши программы еще долгое время будут запускаться из мейта. Вот. И это хорошая практика. Ну, то есть это единственная валидная практика в нашей ситуации. Чуть-то большая проблема возникает, что многие задачи на джаварши, которые, честно, идут же идеи, они без класса мейн и нельзя просто запустить его. Да. И поэтому мы понимаем, что неправильно сделано. Ну, конечно, синтекс пощеркивается, но все равно хотелось бы визуально понимать, что это происходит. Честно говоря, мы могли бы это сделать, поэтому нет никакой проблемы. Мы просто пишем свой класс мейн. То есть, что мы делаем? Давайте идем сейчас к первому коту. Да. Мы можем... В первому коту здесь созданному, да? И взять... Например, вот сюда... ...класса мейн. С класса мейн. Ну вот, собственно, он так будет называться. Вот этот класс в момент исполнения мы тем самым можем посмотреть, что с ним будет происходить. Мейн может быть абсолютно густым, да? Ну, в общем, в этом действительно отсутствует какой-либо смысл. Вот. Соответственно, это чуть минимум было бы. Что бы хотела сказать. Соответственно, если бирозаводки мы все научились запускать бейн, да? Думаю, я все. Запускаем. Нашу с Алюшем простым способом. Он начнет что-то делать. И в консоли посмотрим, что конкретно он делает. Вообще-то предлагаю. Написать на камуле. Чего мы хотим? Мы можем сейчас что-то сделать с катанием, например. Посчитать, создать или сравнить? Посчитать количество новых. Что? Количество новых посчитать. Количество новых? Окей. Соответственно. Возможно, поиск будет. Да. У нас есть папочка «Космитация модели», да? Да. Там есть класс «Кэт». Да. Если мы помещаем класс «Main», правильно? Мы можем оттуда из класса «Main» отдельного файла запустить класс «5». Можем мы его, можем инфортить. Сейчас мы это и попробуем. Конечно, может, вперед забегаю. Сейчас, одну секунду. Мы будем залить отсюда класс «5». И в этот момент будет против, кто-то кикает. Мы видим, что происходит. Вот у нас внутри одные бабки внутри одного пространства. Да. А что это за класс «Кэт»? То есть, по факту… Вот сейчас мы в «Main» удалили наш «Solution». Да? Когда мы находимся внутри одного пространства отдельного пакета. Иначе надо было бы, не знаю, импортить класс. Вот у нас класс «Кэт». И по факту «Solution» сам догадался, какого контента мы этим использовали. Это понятно? Нет, не очень? Нет. Нет. Ага. Что мы можем сделать? Сейчас. У кого бы еще взять-то? Ну, соответственно, мы видим, что в нашем классе «Pet» нет функции «Count». То есть, мы не умеем считать. Мы можем это исправить. Соответственно, мы должны это исправить по факту. Сейчас, что бы такого сделать? Вопрос был про бабки. А то, можем ли мы взять какого-то другого по этому? Или нет? Или вот такой вариант. Самодействие между разными классами. 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 Да. Каким образом мы их используем? Соответственно, в данном случае все очень просто. В данном случае у нас два класса, находящиеся в одном пространстве территориально, в одной папке. И, соответственно, не возникла проблема использования. Давайте, что мы сделаем? Переименуем в «Довер». Да? Подскажите, пожалуйста, почему у нас переименование через «Факты»? Кто-нибудь задумал особенно вопрос? Может быть, она смотрит везде? Именно. Интересно. Что же это было? Да. Именно. При переименовании через «Факты» у нас поменялись все переменные. Вообще, во всем проекте. «Факты» выяснил, где он использовал класс и переименовал его на другое значение. Вообще, в принципе, я ожидаю, что мы никогда не будем переименовывать, не дали ему папочки ручками, заглянув туда. Да? Это всегда делается через «Факты». Опять же, в дальнейшем используя горячие клавиши. Довольно удобно. Соответственно, смотрите, у нас произошло переименование. У нас даже переменные, вы видите, взяли и неожиданно стали называться «К-21». Неловкий момент. Но вот он решил подсказать, помочь Саш. Он сам, что ли, создал? Что? А почему «К-21»? Потому что мы не назвали свой класс «К-2». А там был «1», а там был «2». Там был «К-1», «К-2»? Да. Он просто сам генерировал. Ну, соответственно, вот эту часть, ну, то есть вот эту двоечку, он завтра генерировал и добавил. Ну, вот. Простили два. Побочный эффект. Но он нас в этом спросил. Если вы успели заметить. Там, если мы вдруг хотим еще разочек переименовать. Опять же, рефактор. Винность. Да? Что мы делаем? Например, мы хотим «3». Если мы хотим, то начинаешь сломаешься. А нет, не получилось. Смотрите. Здесь переменные. Или изменяться не стали. Значит так. Теперь мы хотим использовать вот такого вот этого. Так. Смотрим, что произошло. Мы захотели использовать Plastcat. Вопрос был, как мы его найдем. Мы не будем его искать. Нам поможет всегда разработка. Она найдет внутри. Даже подскажет, что на самом деле. Альтендер. Смотрим. Вот у нас в четырех местах встречается тет. Какого хотите. Вот что подсказывается разработка. На самом деле четвертого, потому что у него уже реализован count. Но мы можем выбрать кого-нибудь другого. Соответственно, это тоже очень удобная функция. Альтендер. Используем постоянно. Если вдруг у нас. И сейчас увидим, что произойдет, когда мы его выберем. Давайте возьмем третьего. Да? Он на самом деле недоволен. Третий не равен второму. Не делайте так, пожалуйста. Да? Но при этом что сделал? Импортил. Вот этой строчки у нас не было. Он импортил нам направление. Откуда мы взяли Plastcat? Что мы будем вообще делать? И, соответственно, мы можем переходить. И смотреть, что там происходит. Зажав Ctrl и N. Да? Неопомненно, в частности. Вот. И мы можем перейти в Plast. И смотреть, что там происходило вообще. Соответственно. Что тут происходило? Тут мы учились добавлять каток. И у нас была переменная. RedScout. Она была правильна. И ни зачем-то не применялась. Как ни странно. Вот. Есть вопросы? Почему все это еще не ожило? Если мы вдруг хотим войти за каком-то другом классе, что мы делаем? Мы просто удаляем точку импорта. И в этот момент у нас снова появятся возможности. Да? То есть. Ну и реализм только импорта. Если мы тут знаем структуру. Но это... В каких случаях? Ну, я на практике отключаемся вот к классу, который находится вообще отдельно. Ну, то есть. Ну, то есть. Это объектно-ориентирование и запрограммирование. А значит, у нас кучка всяких разных объектов, которые мы каким-то образом описали. Всю первую половину занятия описывают. Правильно? Соответственно. Что происходит? Мы создали много классов животных. А дальше мы хотим каким-то образом, я не знаю, да? То есть у нас будет там консорция com animals и дальше head dogs и все-все-все, что нам придет в голову или будет необходимо описать. И в дальнейшем мы будем их вот таким вот способом использовать. То есть. Вообще. Давайте договоримся и сделаем в рамках одного из заданий. Вот у нас есть last-pad. Да? Зависует где-нибудь кто-нибудь. И, в общем, я не знаю, сколько я буду на записи. Но, в общем, идея в чем? Я попрошу на следующем занятии показать мне проект, в котором будет как раз вот эта вот структура. Вы возьмете, неважно там, в четвертом, в шестом, в пятом, в седьмом, класс t. Рядом с ним положите класс dog или еще три типа зверушек. Да? Это на каком-то уровне уже есть. На самом деле это, по-моему. Дальше. Это можно встретить. Но у нас будет ситуация другая, но у нас будет необходимость создать отдельные классы для каждого из них. То есть, в принципе, мы не генерируем их внутри этого класса. Мы создаем их в разных. Да? Именование это. Понятно. Да? Соответственно, вот есть класс t. Рядом с ним создаем еще четыре класса. С ума с вами у нас пять видов животных. А если не когда одинаковые для кошек и собак? Отличный вопрос. Соответственно, когда мы будем использовать эти методы, мы будем писать... Вы не понимаете? Нет. Мы когда создаем объект, в частности... Эх... Все очень красиво. Если создается объект типа кошка, соответственно, мы пишем этот объект, точку, и перечисляются все значения для кошки. Собственно, он так устроен за программированием. Когда он смотрит на ваш объект, он понимает, что с ним можно делать. Вот в этом будет забава, что вы напишите, создадите одну кошку, и у нее будет, например, написание там. Вы сможете получить цвет, размер, рост и так далее, да? И для собаки, по сути, вы сможете получить там цвет, размер, рост, и может быть, там, я не знаю, злобность или еще что-нибудь. Или там... Вроде грубости лая. Я не знаю, что вы зададите. Вот. Но, в общем, хороший вариант задать разные методы. И посмотреть, что на самом деле ваша программа понимает, что когда вы создадите кошку, вы можете использовать только методы, которые вы создали для нее. Ничего больше. А если, допустим, сделать документ, который может использовать только для меня из существующих пятиклассов? Допустим, погладить. В чем проблема? А как это прописать? Ага. Тогда начинаем наше извращение. Очень-очень логичный закономерный вопрос. В той ситуации, когда вы вдруг осознали, что вы создали пять классов, а в них почти одинаковые все вещи, да? То есть у кошек, у собак, у жирафов очень много параметров совпадающих. Так? Мы создаем класс какой? Мы создаем класс animals. И наследуемся всеми остальными. Расширяем его факторы классов. Это очень частая практика. В тот момент, когда мы... То есть таким способом... Это некий способ хаялить, да? То есть описать все те же самые значения, но один раз. То есть можно было, ну, целую вереницу, на самом деле, методов, значений и так далее, написать в одном и том же месте. То есть наша отдача будет, это будет класс или объект или как? Ну, то есть, если, например, много одинаковых параметров, то мы создаем... Да. Мы выделяем отдельный класс. По-моему, мы его отбачковываем и все общее описываем в нем. Вот когда один в один все одно и то же, да? Вес, количество ламп и так далее. Тогда вот это вот все абсолютно идентично. Мы создаем класс animals. Наследуем все остальные классы animals. Вот. По поводу наследования. Соответственно, давайте уже ближе к делу в коде. Пишите мне. Соответственно, как расширить какой-то класс, да? И это операция extant. И что произойдет? У нас появится возможность писать что-то для в одном месте. А все остальные животные будут, собственно, использовать те, для которых были написаны ранее, плюс те, которые вы напишите для них конкретно. Ну, например, кошка мяукает. И это очень уникальное для нее свойство, да? Все остальные животные не мяукают. Соответственно, ей можно задать этот метод. А все остальные, а все остальные какие-то другие. Вы или менее мяукает? Ну, вот еще такой вопрос. Вопрос. Объект класс. То есть мы создаем animals, и тогда у нас там объекты что? И объекты у нас будут ровные те, которые... А они и байки, которые были? Нет, 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 нет. Совсем нет. У нас будет объект animal. В классе animals будет объект animal. Именно. Именно так. Где-то мы тут... Вот. Мы уже были кошки. Да. Вот наши самые кошки, да? То есть если мы создадим глобальный класс... Сейчас я могу даже чуть-чуть. Например. Да? Угу. Что с ними, да? А, animals. Что? А. Нет, это понятно. Но наши скидарные сработки довольно тяжелые. А, потому что этот файл называется cat? Да. Да. Именно так. Основной класс должен называться ровно так, как называется... Да. Что мы будем делать? Держать. Отлично. Только так. Никак иначе. А почему? Потому что мы пытаемся сделать невалидную операцию. Сейчас мы ее сделаем ручками. Ну, просто потому что у нас уже... Уже нарушена целость программы, да? То есть мы уже поломали систему. Соответственно, здесь мы тоже можем сделать что? И именно так. Видите? Та ситуация, когда вообще он может только рефактором. Примисывание ручками ведет к невалидным состояниям. Вот. Соответственно... Что произойдет? Вот здесь мы создали какие-то общие параметры для всех классов. И... Что хотим сделать? Ну... Java class. Будет называться pet. Что это значит? Эт, который... От Эймонса. Да. От Эймонса. Да. От Эймонса. Что? От Наследований. Класс Эймонса. Соответственно, какие вдруг неожиданно появляются возможности вот у такого наследования, например? Шип-шип. Эмм... Я пожимаю... Эт. Парни. Чё. Тиминьки. Угу. 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 Что может Питя? Смотрим, что он может. Ну, соответственно, здесь просто выращаемое изложение. Сказал инвестор-ресеттер. Вот. А когда мы пишем как-то Extends Animals, то есть это значит, что он всё наследует от предыдущих... Ну, от Animals, да? Да. Всё, что там есть. Абсолютно всё, да? Эм... Вопрос. Вот в чем. Эм... Что-то он наследует. Например, в Private он посмотреть не может. А... Да? Да, да, да. Вопрос. Да. А... Несколько стендов можно делать? Эм... Это очень философский вопрос. Вообще, по факту, нет. Ну, то есть... Это очень философский вопрос. Потому что, по факту, да, Java позволяет, но логика совсем другая. То есть, это из области фантастики. Ну, такой вопрос, да. Да. Допустим, у нас есть cat, dog классы, да? Угу. И есть класс Animals. Угу. А если у нас будет ещё один класс, допустим, не знаю, Angry Animals, которым затемлю свою собаку, как-нибудь его. Ага. Из этого... Из этого варианта есть выход. И он архитектурный. И я про него могу сказать отдельно. Потому что не всё так просто. Но вообще, если честно, если возникает такая необходимость, это означает, что ошибка в архитектуре. То есть, если возникает необходимость двойного наследования, то это ошибка в архитектуре. То есть, надо задуматься в этот момент. Да? Это возможно. Но, в общем... Это не очень хорошо. Что? То есть, надо сначала сделать Animals, разделить их на... Да, да, да. Angry Animals. От наследователя. От Animals. Ну, то есть, вот такое вот. Домысловатые наследования? Окей, порядок. Да? А если есть желание вот так наследоваться. То есть, пачковаться. Да? Соответственно, дальше, опять же, есть возможности ошибки в выборе методов. Да? То есть, если и в Animals, и в Animals есть метод, там... GetName. Соответственно, надо будет уже для этого способа. Угу. Понятно. У меня очень хороший момент. Вот. У меня еще один вопрос. У меня еще один вопрос. Если в Glass не создавать паблик, прайвер, или... Вот... Коннектинг. Да. Если там ничего не указывать, то это как-то влияет вообще? Или... Или что? Если не указывать в Street Name, что он приватный. И вообще не указывать, что он либо приватный, либо публичный. Вот так вот, да. Вполне возложный вариант. Разбитие событий. По умолчанию значение паблика. А, все. Ага. Ну, может, оно не написано. Таким образом. Вообще, мы про паблик все равно пишем. Почему? Чтобы потом, я не знаю, можно было удобнее его менять. Или, в принципе, мы это видели. Вот. Или в наборе переменных, чтобы было видно. Ну, если мы перебивили, это паблик. И можно тоже это сделать. Соответственно, если мы его сделаем пабликом... Давайте посмотрим, он будет. Что вообще здесь? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим... Сейчас. А, как мне надо? Смотрим, что произошло. Что мы можем? Что мы видим? У нас совершенно здесь внутри не написано ни про какой вес, ни про какие имена, ни про какую ленирую инициализацию. В этом и вся клюшка собственного процесса, когда архитектурно удалось выделить общий класс и все общее забудем туда. Мы ничего не делаем и при этом у нас откуда-то появляется много всяческих возможностей. Вот таким образом, соответственно, вы можете очень сильно упростить себе задачу, когда будете создавать мне вот эти вот пять животных. Да, слушаю внимательно. Когда много разрабатываются программы, они стараются изначально выделить все эти общие классы. Бывает, что ты пишешь-пишешь, потом понимаешь, что тебе нужен общий класс и запоешь. Обе ситуации возможны. Вообще, если вы заявляетесь за написание чего-то глобального, будь то ютубушка какая-то для вам захотелось, или занесение животных в базу данных через вашу программу, интерфейс какой-то для этого, вам необходимо сесть и подумать об этом. Потому что это называется дополнительная работа. Можно описать конкретно в каждом значении. Ну, то есть в каждом три объекта. Кошки, собаки, в общем, в каждом из них можно описать все эти методы. В принципе, часть этих сгенерируется автоматически и так далее. А можно вот таким вот образом расширять. Это все рисуется в самом начале. И если вы сервисов что-то глобальное, пожалуйста, не поленитесь. Это может экономить много времени и сил. Потому что, когда вы вдруг осознаете, что вы хотите выделить... Вот вы написали много-много классов. И хотите выделить класс animals, возникают проблемы. Потому что вы именовали по-разному, чего-то не учли, где-то чего-то больше. И сравнивать файлы, опять же, мы глазами же это делаем. То есть автоматические системы, которые вдруг у вас вскочь все объекты. Посмотрит, какие у вас там были методы. И сама сообразит, что у вас там были имена и писали, и так далее. И еще и назовет их там животными. Нет, такого нет. Соответственно, вам придется думать о теме и вот факту. Это называется реинфакторинг. И это, в принципе, довольно страшная штука. Вот. В аэтичной среде есть множество шуток, который как хорошо начинал с реинфакторинг, как лоб он закончился. Просто потому что часть вещей работает как мания. Вот почему работала, не ясно. Я сделал лучше, а я перестал. Вот. Ну и, соответственно, делаю эти шуточки из серии. А можно, можно я поправлю эту программу? Вот солнце с какой стороны встает? Тебе денег пересправлю? Нет, вот и тут не лезь. Вот, в общем, так бывает частенько. Да, да, да. А можно вот, как, default package, когда я вводила, ну, вот здесь, что я вводила. И что такое default package? То есть, когда я ввожу, ну, у меня уже есть только связь с расширением, и когда он, как бы, автоматически мне подставляет, как animals, он скобочек пишет default package. Это что значит? Очень интересно, я даже не... Много? Да, хватит. Хорошо. Жалко мне не нужно показать эту большую фразу, но просто можно. На самом деле, это просто значит, что это в пространстве программы. В пространстве вашего программы. Потому что сейчас это ниже, можно увидеть, что это, например, java.util и так далее. Это все библиотеки. То есть, на нашей функции мы хотим из пространства, например, как превратить что-то в стрингу. Ну, не знаю, тутстринг, фэш-клон и так далее, клон. Это все берется из java.util и так далее. Не то, чтобы сами-сами написать прямо сейчас. Да? То есть, теперь программа. Ну, там, что получается? Когда мы получаем какие-то данные, мы хотим превратить их в строчку. Да? И есть, но это тутстринг. Мы не пишем его каждый раз, мы получаем его бонусом вместе с нашей java-машиной. Так же мы можем оттачить все эти java-машины и тоже их использовать. Вот. А дефолт-энджер означает, что программа, которую я писала сама, хочешь? Хочешь? Или, ну, дай тебе что-либо гранирование. Вот. Как-то там еще вопросы. Будем? Доделывать. Да. Да? Хорошо. Что мы здесь хотим? Мы хотим засветить имя, чтобы было бы логично. Хотя, зачем нам засветить имя, если мы считаем ноги? Есть ответ на сумме на это? Окей, какие методы мы хотим здесь реализовать? Потому что считать ноги, ну, по факту, умножение на четыре, да? Учитывая, что у нас довольно примитивный набор животных. Примитивный набор животных. Что еще раз? Не привезла, пока ноги покажутся. Вообще-то, да, это надо учитывать. Отличный поэнт. Соответственно, тогда нам надо пойти в класс. Куда? Ленинлс. Что сделать? Загады кричатых. Это вообще очень печально, ребят. Я не очень печально. Мне очень прям больно сейчас это писать. Эй, ребятушки. Такая это боль. Что делать? Я в очередной раз без горячих клавиш, чтобы это записалось именно вот таким вот способом, да? Я страдаю, но держусь. Соответственно, мы получили геттер и сеттер. Хотя мы... Почему-то что произошло? Почему-то наше объявление ушло вниз. Но у нас это не печально, внутреннее место. И, соответственно, отсюда мы можем получить... Участники давайте засетим. Эй! Почему? Вот я не права. Я активист. Пусть у нашей кошки были четыре лапки. Вот. Соответственно, мы могли вообще не писать никакой метод counterflex, да? Мы могли просто... Мы создали кошку, потом... Не знаю, анициализировали, занесли в нее все параметры, да? Кто уже сталкался с конструкторами? Я. Что известно про конструкторы? Какие они бывают? Какие они бывают? Ну, здесь так же. Ага, ладно. Все пропустила. Соответственно, generate. Что мы видим? Опять все без горячих клавиш смотрим. Мы можем для класса, прямо для того выделения класса, сгенерить 1,2,5. Что же это будет? Уже страшно. Вот. Соответственно, что такое конструктор? Конструктор это... Сейчас объясню вообще глобальную суть, глобальный смысл. Вот. Можно войти в длинный путь. И если мы хотим создать новую кошку, ее сначала создать, а потом ей написать ее имя равно имени, ее количество лавок равно количеству лавок и так далее. А можно взять и использовать конструктор. Конструктор промолчения вообще может быть пустой. Да? У нас, в частности, конструктор, который сразу зарежет кошку. А вообще, конструктор действительно правильный, это когда мы создаем вот такую вот штуку. У нас возраст там был, кто помнит? Угу. Угу. Да. Угу. Да. И, соответственно, в этом конструкторе, в этом конструкторе мы задаем name, да? что происходит? Что происходит? Мы таким образом ускоряем себе скорость, улучшаем скорость создателя нового объекта, да? Вот нам надо занести срочно в базу какую-то кошку, мы берем и просто создаем. Сейчас покажу, как. Сейчас. Все понятно, что происходит? Или... Можно? Да, конечно. Куда? Что мы хотим? Задаем очень срочно, да? Да, да, да. Мы... Значит так. В будущем, в последующем вообще не раз не пригодится создание конструктора. Вообще все будет на конструктор. В одной простой причине, потому что, если объект имеет много параметров, то, соответственно, мы хотим эти параметры заносить быстрее. Да? Это приятный такой поинт. Я потом везю ваг, соответственно, сейчас создадим конструктор, а потом его использую. И конструкторы можно... В конструкторах внутри можно играться количеством параметров. То есть, например, если мы знаем, что для того, чтобы создать кошку, всего два обязательных поля. Нам надо там вес и имя, да? И все, больше ничего не надо. Мы создадим конструктору на два параметра. Вес и имя. Все, да? Но мы знаем точно, что есть ситуации, когда кто-то будет обладать гораздо большим количеством данных. Да? Возле белокошки в полном описании. И мы создаем второй конструктор, в котором он обязательное правило конструкторов он обязан называться ровно так, как класс. То есть, если вы видите, у нас класс ХЭП, и конструктор какой? ХЭП. Соответственно, конструктор, в котором мы зададим только имя и вес, тоже будет называться ХЭП. Они идентичны абсолютно, да? Они будут различаться чисто по количеству параметров. По количеству или иногда даже порядок. То есть, если итоговый порядок пойдет название не важно, важны соответственные типы визации. Как-то так. Можно создавать какой-то простой по умолчанию, когда будет создаваться код и в нем все порядки налогов. Мы не хотим налогов, мы хотим создавать и класть туда какие-то конкретные знания, в смысле какую-то информацию. каким-то образом я не могу. А, все очень просто. Почему нам далось имя и мне не дается никаким образом вес? Потому что у нас только методы получения веса. Потому что он правиль. соответственно мы можем задать вот так. Соответственно мы можем задать Соответственно то, откуда мы импортировали класс get там s private. Просто мне вечерин прощение. Да. именно поэтому не удается его взять. Но я могу его таким образом засетить. А вся безопасность лежит внутри кета и поэтому все в порядке с этим. У нас появится объект. Мы можем его вывести на экран, но мне кажется что мы дальше будем делать? Там не достает цвета. и мы тоже будем садить. Опа! Нет это была опция чтобы делать. Если что-то не достает идем и пишем. Товарищи. Что это мы расслабились? Опять rate и это reset окей и опять его тащила куда-то просто значит фотка. Потому что на самом деле Java очень любит так делать. Если вы видите автоматом уже много раз, они хотят инициализироваться внизу. То есть тебе так удобнее все методы вверху, а все инициализация внизу. Я не знаю почему, по факту мне так удобнее и этот тип GoodCodeStyle к которому я привыкла. соответственно с этим color и еще коленоги. Да? Этот китинг нам совершенно не нужен. Ничего особенного нет. надо мне это соединить ноги, но мы можем это делать и вот в таком конструкторе. Есть вопросы? Или все более или менее понятно? Соответственно что бы я дальше сделала? Вот у нас есть такой конструктор Classic Ed. Я бы пошла в нашу Салюшу. Да? Открыла бы благополучно. Да. Да. Вот. Смотрите, что произошло. Что мы видим? Что мы видим? Что мы видим? Что мы видим? Мы можем создать кота вот таким способом. Мы можем сразу ввести все данные, которые нам, собственно, были нужны. Очень удобно и бонусно. Потому что мы создаем строчку и пусть простите, я сегодня вообще не очень. И главное подсказка 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 внизу нам постоянно в общем-то выскакивает, чтобы нам было понятно, что конкретно и как это называется. Такие 5-4. Главное не будет в этом моменте. Вот. Ну и, соответственно, дальше можно было вывести. Ну, я была встава выводить. Принь талэн, значит, все склеивается. Как вы помните, да? Все помнят, что принь талэн склеивается? Да. Очень неприятно. Принь талэн, собственно, разделяя строчки. Вот. И здесь сейчас проведем следственный эксперимент. Сейчас будет очень-очаровательный вход. И здесь 5-7 странные названия. Да? Запустимся? Угу. Вроде бы на полный порядок. Спасибо, любимая. Ну-ка. Как вам вход? Уговорите, что это? Ссылка? Да. Ссылка на объект. Вот ровно этого кота мы и создали. Но что-то как-то нам не нравится такой вывод, да? Ну, неприятно. Особенно, когда мы пишем да. По поводу конструктора. Он, хотя написан как отдельный метод, нам практически не нужно его использовать как отдельный метод, а просто мы можем использовать, да. Конструктор – это вот такая бонусная фишка, которая может использовать в качестве вызова класса, да. То есть мы создаем, вызываем вроде как класс, а он говорит, у меня вот такой конструктор, не хочешь ли? И ты, как правило, хочешь, потому что иногда ты сам его создал. Вот. А если мы хотим не просто вот такую вот билиберту, которая нам не нравится, да. Мы что делаем? Есть идеи? Я бы, честно говоря, наставила бы проделывать. Хотя бы… КН-21. Чего мы можем его взять? Как мы станем получать все остальное? Гедрами. Гедрами. Все верно. В каком порядке у нас все выводилось? Кто помнит? Я помню, что там средствующим был вес. Ну то есть выводить, честно говоря, мы можем любым способом, каким нам хочется. то есть никто не мешает нам вводить только часть вещей, которые нам действительно нужны. Да? Что еще хотим? И давайте еще цвет. Сейчас посмотрим, кстати, что вернет нам все то, что мы так усилены. Ну, в общем. Как-то так. Да. А можно вывести всю штуку сразу? 50 километров? То есть не описывая тем самым… Ну вот, да. Не перечисляя там вес, цвет, все параметры, которые у нас забиты в кота. Нет, определенно как-то можно, но я, честно говоря, не задавалась тебе. Просто в чем идея? По умолчанию выводится, как мы уже видели, просто объект. Да? Я знаю, как это сделать. То есть можно просто записать все его значения в массив, и выводить массив. Да? И тогда будет так, как по умолчанию выводится. Да? Ну, в общем. У меня, собственно говоря, не будет. А у нас там… Ну, это все-таки ручками делать. А у нас там… Провес там гет, да? Гетом создавали. А почему? Почему? А потому что у нас правый треск. А… Вот смотрите, сейчас вот случится программагия. Как только мы вот здесь и вот здесь… Вот где мы? Это мы заполняли, да? Да. Это мы делали дополнительно, потому что это у нас правило, и поэтому там… Да. Гетомы на самом деле, потому что у нас сами объекты правила. А это… Где вы создавали вот эти дополнительные… Так вот у нас сегодня не просто вечер, а вечер из ночи. Ну, ты скажешь, можно понимать логику? Да, да, да. Поэтому логика у нас была весьма замысловатая сегодня. Спасибо за компанию, так и давненькой нерадовой жизни. Вот. Ну, соответственно, что мы сделали? Мы попытались все запихнуть в одну и ту же программу. Принималось там, откуда они вообще пришли. Я ведь и говорила, что они у нас враги какие-то были, а не животные. Вот. Но не важно. Тогда и не надо было создавать гет. Почему? Генерировать. Управить. Или надо было? Надо было. Надо было. Значит, мы ничего не получили. А давайте… Давайте. Вот у нас есть вес. Да? Смотрите. Мы когда наводим на вес, мы видим, кто его использует. И вот мы смотрим, у нас есть геттер и сеттер. Да? Мы их удалили. Сходили наверх и наверху посмотрели, что вдруг он стал никем не используемым. А! Это значит, что теперь мы его ниоткуда не возьмем. И когда мы войдем в нашу… Боже мой, где бы ни была Таска. Ну, окей, этого метода просто нет. Да? Ну, вот мы попробуем сейчас что-нибудь сделать с весом. А веса тут и нет никакого. Вот у меня есть такая проблема. У меня нет веса и… Вообще? У девушки это не такая большая проблема. Хотя зачем нет веса? Это, конечно, печально. Да. Нет веса – это значит, где-то чего-то не реализировать. Ну, если геттеры и сеттеры. Да? Если вес правил, значит геттеры и сеттеры. А если мы вдруг… Ну, вот нет его. Ну, нет веса, да? Мы можем прийти опять в клад животных. У меня есть только в одном месте, и это приятно. Сделать его пабликом. Опять же, очень хочется верить, что мы станем это делать. Только… Ну, вот… Иногда такое случается, что пока-нибудь не может стать объектом. Вот. И вылешь, и делаешь его пабликом. Это называется психанул. Потому что не надо так делать. Вот. Психанул – вес появился. А насколько это хорошо, это, как бы, другой совсем вопрос. Да? Поэтому стараемся… Это в самом верху мы создали этот удар? То есть внизу там у нас идут правиты. Правильно я понимаю? А где у нас правиты? Это… Перебираем. 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 Да. 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 Таким образом мы разделились. Мы разделили, и у нас аккредитурное, прям нормальное, рабочее аккредитурное решение, где в нашем вот сегодняшнем занятии есть extended class. То есть у нас есть класс, который мы взяли, и отнаследовали остальными. Да? То есть остальные расширяют этот класс. Ну, что значит расширяет? Это значит, что мы берем базовые методы от класса и написываем свои какие хотим. Мы сделали вот такой вот вынос информации в одно место. У нас кремл для этого есть. Потом мы взяли и создали на базе у него класс крем. И потом в нашем любимом методе мейл все это дело создали ряду кота. Вот. Соответственно вот в этот момент, честно говоря, всех остальных животных создавать будет много проще. Потому что мы для них будем писать только то, что для них уникально. Ну, для жирафа, наверное, нужна для нашей. Я надеюсь. Вот. Ну и так. Вот еще помните, вот вообще. Да, конечно. У меня красненьким цветом нейл. То есть где ты? Ага. Да. Потому что мы в нашей программе, а мы тут действительно делали, что могли, как раз мне все хорошо. Потому что мы проверили, что если вообще совсем убрать визавилити и не поставить никакого, это будет паблик. И мы проверили. Правильно? Вот. Соответственно у нас здесь просто стоит паблик нейл. А у тебя скорее всего стоит паблик. Аааа. Перед неймом. Правильно. Соответственно, если у нас была возможность использовать его в прямую, то там только getName. Если getName уже создан. А как нужно сделать так, чтобы у меня было? GetName? Да. Нанести на имя. Вот здесь вот? Да. Да. В классе я не могу навести на имя. И generate. Да. И там есть getName и setName. Сразу два. Ну, в общем, очень похоже на то, что у нас занятие близко к концу. Спасибо огромное за вопросы. Вот. Я более-менее поняла, что происходит. Вот. Куда двигаться. И, соответственно, пока у нас есть буквально несколько минут. Хотелось бы понять, что мы хотим, чего мы ожидаем. То есть мы готовы работать? Да. Что вы? Готовы? Да. Готовы. 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 Соответственно, на следующем занятии я приду хорошо про джавараж. Про тот момент, где вы остановились. Значит, небольшие такие ремарки. Не старайтесь выделить в много часов. Вот я в воскресенье сяду вечером, сяду и прям все напишу. Лучше 15 минут, 10 минут просто текст прочитать. Ну, тяпо посмотреть на джавараж. Лучше так, чем ничего. И отмазывать это по неделе. То есть вы прям сегодня вечером возьмите какие-то что-нибудь посмотрите. Чуть-чуть. Мало, много. Книжку вон ту позитивную и все. Там вообще масса фана и куча картинок. И куча нелепых ситуаций, когда облажаются разработчики и, в общем, там все рванут. Вот. Это реально нелепые ситуации. Вот. Они существуют. Соответственно, так я могу понимать, что если задаются вопросы с кахилией, если вы интересуетесь, смотрите видосы. Вот. 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 Вот.